Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о самых интересных событиях прошедшего дня. Бесабинцы получат новые квартиры уже в декабре текущего года. Миллион тенге за новые идеи. Карагандинцев приглашают участвовать в молодежной выставке инновационных проектов. Бесабинцы получат новые квартиры уже в декабре текущего года. Так сказала Кимгорода Мирам Смогулов. Сегодня городоначальник побывал на строительной площадке нового жилого комплекса Шапагат, где раньше располагался печально известный микрорайон Бесаба. Стены, перегородки, поражения с моего места вы начинаете. Глава города в прошлом и сам строитель, потому в нюансах застройки разбирается не хуже генподрядчиков. Сегодня Мирам Смогулова ознакомили с ходом работ на месте, где уже в конце года появится новый микрорайон. Вопросы финансирования решены. На завершение строительства первого этапа жилого комплекса Шапагат из резервного фонда правительства выделят более полутора миллиардов тенге. Прежде всего, жилье здесь предназначено для жителей бывшей Бесабы, подписавших договор рецессии. По срокам строительства мы должны сдать его первый квартал 2014 года, но деньги выделены полностью в этом году. Поэтому мы их должны осмотреть. 242 квартиры, обещанные Бесабинцем, в этом году мы планируем выделить. Генеральными подрядчиками являются две фирмы – Карагандинская «Оливия» и столичная «Отан». Сегодня наши Пахати забили сваи и уже приступили к строительству первых этажей будущих 12 этажек. За ходом строительства ведется жесткий контроль, заверил городоначальник. Технадзор со стороны заказчика заключен в договор с технадзором. Раз. Второе. Проверяется авторский надзор. Вы, наверное, заметили. Прежде чем я начал разговор с планеркой, я разговор начал с авторов. Каким образом ведется контроль. Потому что авторы, они знают все узлы и каким образом должно строиться. Что запроектировано, они знают. Третье – это архитектурно-строительный контроль. То есть со всех сторон тут контроль существует. Сейчас изготавливают автоматы из подготовки на колонны. Колонны – это несущие конструкции в этом зале. А это инженер одной из подрядных организаций. Сегодня 45 рабочих компаний «Оливия» в две смены возводят две блок-секции микрорайона. Денис Терещенко, как профессионал, уверяет – дом, в отличие от печально известной «Бесабы», стоять будет надежно. Ну, этап строительства, как вы видите, только начало. Ну, в принципе, самое сложное – это начать. Здесь уже выходим на первые этажи. Сложности особо как бы я не вижу. Технология строительства – все видят, что это монолит. Это бетон, арматура. Здесь очень хороший запас прочности заложен. Тем временем аварийные дома бывшего микрорайона «Бесаба» полным ходом разбирают. Вывозят демонтированные конструкции, которые мешают дальнейшему строительству. Ирина Камышева, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Миллион тенге за новую идею. Молодых карагандинцев приглашают участвовать в международной молодежной выставке инновационных проектов. Две лучшие работы будут отмечены грантами Акима области. Экспо-кэмп Караганды 2013 пройдет в шахтерской столице с 27 по 29 мая. В ней примут участие творческая и рабочая молодежь Казахстана, России, Кыргызстана и Финляндии. Здесь будут представлены инновационные проекты в сфере промышленности, энергетики и социального предпринимательства. Двух лучших молодых инноваторов из Карагандинского региона отметят премии Акима области. По миллиону тенге каждому лауреату на подготовку проекта к выставке Экспо-2017, которая пройдет в Астане. Организаторами выставки выступают Управление по вопросам молодежной политики, партия Нуратан, Ассоциация гражданский альянс области и компания «Новое время». Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап уже начался, это подача заявок. Второй этап это будет подготовка всех материалов к выставке. И третий этап, это непосредственно 27-го, 29-го, будет включен этот грант. Можно подать заявки, будет налога ля 31, офис 204, справки по телефону 40-07-60 в будние дни, суббота, воскресенье, выходной с 10 до 5 вечера. Прервемся на короткую рекламу, оставайтесь с нами. Новый продукт – ацидофилин. Бактерии Акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. Натяже с заботой о вашем здоровье. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою работу по правовому всеобучию. Департамент юстиции совместно с финансовой полицией региона встретились с коллективом и студентами Карагандинского экономического университета. На встрече зачитывались доклады начальников отделов о юридических услугах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся аттестации должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, регистрации кондоминимума, земли, изменения идентификационных характеристик. Целью мероприятия является установление тесного взаимодействия по вопросу организации правовой пропаганды и консультации по вопросам, входящих в компетенцию органов юстиции и финансовой полиции. Наша информационная группа уже работает третий год. Мы посещаем организации нашей области, постараемся выезжать сельские от друга, донести до сведения ежегодные послания нашего президента народа Казахстана. Как повысить качество медицинского обслуживания на селе и как привлечь молодых специалистов в глубинку? Актуальные вопросы сельского здравоохранения обсуждались на республиканской конференции, которая прошла в Карагандинском государственном медицинском университете. Врач на селе сегодня самый почитаемый человек. Но, несмотря на все льготы, их не хватает. Особенно врачей общей практики. Сегодня необходимо точно оценить состояние первичной медико-санитарной специализированной и высокотехнологической медицинской помощи сельскому населению. Вопросы, поднимаемые на конференции, заинтересовали ученых из Белоруссии и России. Здесь определялись приоритетные стратегические направления, механизмы и условия реализации организационной модели совершенствования системы оказания медицинской помощи сельскому населению. Сейчас в Министерстве Республики Казахстан в Африке основной акцент выделяется в подготовке врачей общей практики. Сейчас пересматривается вообще программа подготовки, повышение квалификации врачей общей практики. То есть и специалистов на уровне ПМСП, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Помогают решить проблему и специализированные машины с комплексом современной аппаратуры, позволяющие на ранних стадиях выявлять заболевания. Реализуется проект «Телевизионная медицина», когда высокоспециализированные медицинские работники проводят консультации в реальном времени для сельских врачей. Все это проводится массированно и профессионально, но все-таки это акции, рассчитанные на конкретное время. А сегодня 46,3% населения проживает на селе. Именно поэтому так важна первичная медико-санитарная работа. Село – это специфический уголок Казахстана. Вопросы низкой физической активности, потребления табака и алкоголя, поскольку нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы были те же центры здоровья, фитнесы, тренажерные залы и так далее. Конечно, они больше занимаются домашним хозяйством и посредством этого физически активны. Но хотелось бы, чтобы в районах Кимы, возможно, в соответствующих районах, уделяли внимание созданию этой инфраструктуры. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. А теперь новость для алименщиков. Безработным отцам Фемида делает особые скидки. Уже с марта алименты начали определять по минимальной заработной плате. На сегодняшний день эта сумма составляет 18 660 тенге. Как отнеслись карагандинцы к такой новости, смотрите далее. Сегодня на исполнении в Карагандинской области находятся около 20 тысяч производств. Из них несколько тысяч плательщиков алиментов не имеют постоянных доходов. И поэтому государство облегчило задачу для безработных. Если раньше алименты вычисляли из среднемесячной, то с марта их определяют по минимальной заработной плате. Согласно статье 169 Кодекса о браке семьи Республики Казахстан, алименты подлежат расчету, исходя из минимальной заработной платы по Карагандинской области, которая на сегодняшний день составляет 18 660 тенге. Например, получается, если у алименщика у нас один ребенок, из 18 660 тенге он должен выплачивать 4 665 тенге. А вот местных жителей эта новость не порадовала. Отец должен платить столько, сколько ему полагается. Так выражают жители шахтерской столицы свое недовольство. Ну, я думаю, конечно, это неправильно. Должна быть тенденция только к росту, тем более с имеющейся инфляцией и так далее. А при этих условиях, когда растет дороговизна, инфляция, и при этом уменьшать расходы на ребенка, я думаю, это неправильно. Тем более сейчас запросы у детей растут. Им нужно все больше и больше. Ну, я думаю, на 5 тысяч невозможно даже прокормить ребенка, не то, чтобы его одеть или обуть. Я думаю, 5 тысяч – это слишком мало, и 8 тысяч – это мало. А вот карагандинец Дамир Ромаев утверждает, что алименты должны повысить до 50 тысяч тенге. Это неправильно. Это очень мало. Что ж такое сейчас 5 тысяч? Это в месяц, так? Ну, что такое сейчас 5 тысяч? Это ничто. Это очень и очень неправильно. 50 тысяч минимум. Вот это вот другое дело. Мирамгуль Салкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, 1-й карагандинский. Покушение на несовершеннолетнего. В Караганде 31-летний мужчина ранил ножом подростка. Пострадавшего сразу доставили в больницу с проникающим ножевым ранением груди. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Карагандинской области. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался в своих преступных действиях. Своё покушение на молодого человека он объяснил тем, что имел неприязненное отношение к 17-летнему парню. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». В честь Серика Сапиева в Астане открывают автозаправку. Об этом сообщает пресс-служба Казмунайгаз. Торжественное открытие в столице автозаправочной станции посвящено достижениям карагандинского боксера, двукратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Вэлла Баркера. Нужно отметить, что в Казахстане автозаправки именами выдающихся людей называют впервые. Между тем, новая имиджевая автозаправочная станция построена в рамках развития розничной сети и проведения масштабной программы по рестайлингу и модернизации автозаправочной станции Казмунайгаз, говорится в сообщении. Как отреагировал на это сам спортсмен, неизвестно. Что думают о неординарном открытии земляки именитого боксера, узнавала наша съемочная группа. Автозаправку там в честь какого-нибудь магната нефтяного можно назвать. Может спортсмен, он как бы должен продвигать спорт. Это все равно, что назвать детсадик именем Майка Тайсона или еще что-нибудь такого. Ну, именами великих людей такие объекты, наверное, все-таки не надо называть. По-моему, это неправильно вообще. Надо что-то более достойное открывать, а не как... нежели бензоправку, если я так поняла. Я не знаю конкретно каких-то спортсменов, но я думаю, если открывать, то какой-нибудь, наверное, спорткомплекс в честь... Если спортсмены имеются в виду. Ну, можно открыть, наверное, через такого. Он много добился. Ну, я не знаю. Спортсмен должен своим делом заниматься. Зачем, мне кажется, это? Ну, не знаю. Можно было бы что-то другое, наверное, открыть, а не автозаправочную станцию. Что-то, не знаю. Может, какой-то клуб, может, еще что-то. Автозаправочная станция, мне кажется, это как-то смешно. Почему бы нет? Вы же известный спортсмен, его можно назвать. Не только заправка. Здесь спорткомплекс у нас открылся. Ну, это, ладно, это было бы какое-нибудь там государственное учреждение. Там, здесь все-таки он как обладатель, победитель Олимпиады в Лондоне, я думаю, что это неправильно. Потому что он же все-таки, как Казахстан наш, поднял на педестал. Автозаправочная станция? Мне кажется, нет. Лучше бы какой-нибудь спорткомплекс открыли. Ну, какая разница, хоть что-то открывают, хоть как-то ценятся. Я считаю, что начинают с заправок, а дальше, может быть, памятник поставят. В честь его же открыть где-то еще дворец для детей. Чтобы все было бесплатно, чтобы дети могли свободно и покататься, и поплавать, и все. Время новостей спорта. О них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Шимкенте завершился чемпионат Казахстана по кикбоксингу. Карагандинским бойцам была поставлена задача на завоевание пяти лицензий на участие в чемпионате Азии, который пройдет в ноябре в Турции, и Кубке мира в Южной Корее, который назначен на июнь этого года. Нашим мастерам удалось привезти две лицензии. Тамара Тимирбаева в весовой категории 56 кг и Руслан Боязитов до 57 кг не нашли равных на турнире. Также в весовой категории до 60 кг Марина Ни достаточно легко заняла первое место, но путевку, к сожалению, все же упустила. В этом году, считаю, чемпионат Казахстана был в Шимкенте. Считаю, подтвердила второй раз. Конечно, боишься проиграть, но первый бой я выиграла явно. Девушка при первом раунде отказалась. Потом второй бой финальный. Я думала, что тяжело будет. Но, конечно, соперница была хорошая, но я была лучше. Именитый карагандинский боксер Геннадий Головкин, выступающий в среднем весе, назван лучшим в марте по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA, сообщается на официальном сайте организации. Головкин 31 марта успешно защитил титул WBA, в третьем раунде отправив в глубокий нокаут претендента японца Набухиро Исиды, в поединке, состоявшемся в Монте-Карло. К слову, 30-летний казахстанец становился лучшим боксером месяца уже второй раз в году. Ранее он был назван боксером месяца в январе. В Караганде во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова стартовал чемпионат области по плаванию. В соревнованиях примут участие более 200 ловцов из Караганды, Темиртау, Сарани и Садпаева. Финальные заплывы пройдут 6 апреля. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!